Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Аснова. Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы будем с вами распаковывать адвент календарь на 24 дня от бренда Ивроше. Что очень интересно, я пыталась найти, сколько мы должны получить ценности продуктов в этом календаре, адвент, и я не нашла, то есть на Ивроше, на сайте, откуда я заказывала его, мне написали, сколько предполагаемо, ну это все стоит. А тут ошибочка вышла, ребят, на сайте Ивроше я все-таки нашла, и этот календарь оценивается в 148 долларов 80 центов. И надеюсь, что размер в данном случае не имеет значения, и мы получим какие-то более-менее такие не миниатюрные товары, хочется в это верить очень. Поэтому да, ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, и спасибо, что вы написали мне о том, что вы хотите увидеть подсчет, в общем, сколько стоит календарь, если посчитать миниатюры, и стоит ли вообще покупка того, что вы платите за календарь. Это было очень здорово с вашей стороны, и давайте уже начинать, поехали! Первый день в сравнении с другими днями очень выглядит маленьким, это скраб для тела от Ивроше, конечно же. Я вижу, что называется он Гамаш Гранита Эклад, конечно же, это все такие французские названия, которые так красиво смотрятся на упаковке, но которые так сложно произносить. Пахнет он очень приятно, такой цветочно-сладковатый аромат, но не слишком цветочный, потрясающе. Вот у французских брендов всегда очень хорошая способность создавать такие ароматы, которые не надоедают, которые очень загадочные. Знаете, вот загадочные, когда нюхаешь, и ты не понимаешь, что это за аромат, и тебе приходится читать, а что же это за аромат, настолько они умеют хорошо это все создавать. В составе этого скраба имеется экстракт антхимиса, я так и не поняла, что это за растение, но этот экстракт способен делать так, что ваша кожа будет суперсияющей, и, в общем, кожа возродится только благодаря тому, что вы будете использовать этот скраб от Ивроше. Здорово! Перейдем к нашему номеру второму. Гель для душа? Да, это гель для душа. Этот гель у нас с ароматом зимнего яблока. Какой потрясающий аромат, он реально пахнет, как какие-то запеченные яблоки, не зимние, а именно вот яблоки, печенные в духовке, так это все и пахнет. Гели для душа никогда не бывают лишними, у меня уже их столько накопилось после всех адвент календарей. В общем, гели только так, на самом деле, уходят, это не какая-нибудь умывалка для лица или крем, понимаешь? Гели всегда очень-очень нужны. Идем дальше. Номер третий. Вот, опять кое-как нашла его. Очень смешно. Вау, супер увесистый. Все упало, но я уже все починила. Итак, в номере третьем мы чувствуем, опять же, что-то очень такое тяжеленькое, и это, опять же, мицеллярная вода. Окей, мицеллярная вода, это всегда очень здорово. И эта мицеллярка создана для чувствительной кожи, и она с ромашкой. И эта мицеллярка, на самом деле, из их новой коллекции, которая вышла в апреле месяце, и о ней многие говорили, как я поняла по гуглу. И я нашла эту мицеллярку на канадском сайте Евроше. За полную версию этой мицеллярки 200 миллилитров вы заплатите 25 американских долларов. Ну, не знаю, я как-то на мицеллярку мало когда трачу больше, не знаю, 10 долларов, потому что, ну, это мицеллярка, все вы же понимаете. Мицеллярка с ромашкой, почему нет? Это гораздо более здоровая альтернатива обычной мицеллярке. Дальше перейдем к нашему номеру четвертому. Надеюсь, там не крем для рук и не мицеллярная вода опять. Очищающий гель для лица. Hydro Vegzo. То есть, я так понимаю, это суперорганический гель для лица, который очень хорошо смывает остатки макияжа. Содержит в себе клеточную воду. Па, очень круто, такого ни разу не слышала, если честно. За 125 миллилитров вы заплатите 19 долларов. Здесь же мы видим 30 миллилитров продукта. Мини размер, чтобы попробовать, посмотреть и понять для себя, нужно ли продукт этот в полном размере или нет. Помимо геля, в их линейке Hydro Vegetal можно найти все, начиная от скраба до тонера. И я ни разу не слышала об этой линейке продуктов от Ивроше с клеточной водой. Очень-очень интересно. И уже не терпится попробовать его, потому что, мне кажется, гели, они гораздо более мягкие для кожи, сравнивая с кремовыми текстурами умывалок. Но для меня лично, я больше предпочитаю все-таки кремовые текстуры, потому что они классно очень пенятся и как-то приятнее с ними работать, что ли. Номер пятый. Ощущается легко. Не очень тяжелая упаковка. Это уксусная умывалка для волос после принятия душа. То есть, понятное дело, что в воде может быть очень много разных хлорированных компонентов, и это не всегда хорошо для волос, конечно же. И эта умывалка, она получается, я так понимаю, потому что все мы знаем, уксус, он очень хорошо делает ваши волосы гораздо более блестящими, ухоженными, не такими взбаломошенными. Я знаю одну умывалку, умывалку для волос с уксусом тоже. Она продается в Сифори, и она стоит, ну, недешево, реально недешево. Давайте посмотрим, сколько это же стоит. И на сайте Евроше вы можете купить 150 миллилитров продукта за почти 20 долларов. Эта умывалка, она с экстрактом агавы. И здесь даже, кстати, какой-то такой краситель, чтобы сделать эту умывалку для волос красного цвета. Я не понимаю, зачем краситель, потому что, ну, да, возможно, запах и цвет будет приятнее. Я не уверена, есть ли тут какие-нибудь ароматизаторы. Но красители здесь есть. Пахнет очень приятно. Врываемся в маленький, но дальненький номер шестой. Может быть. Карандаш для глаз. Я права, как мне кажется. Это карандаш для глаз. Крайоновый в черном оттенке. Супер маленький размер. Здесь всего лишь 0,64 грамма продукта, сделанного Франции. Из-за 1 грамм продукта вы заплатили бы 12 долларов на сайте Евроше. И у этого продукта я не очень вижу, что прям супер хорошие отзывы. Оценка 4 из 5. Переходим к номеру седьмому. Седьмой номер, мне он уже изначально понравился, потому что он выглядит достаточно необычно. И ощущение, что там будет что-то очень и очень праздничное. Это опять же гель для душа с магнолией. Магнолия де Блэнк и белый чай. Очень-очень здорово. И посмотрите на его цвет. Супер необычный цвет. Да еще и текстура такая очень кремовая. Пахнет очень по-цветочному, естественно. Чувствую аромат белого чая. Круто. Это 50 миллилитров, так же, как и, я так понимаю, в нашем предыдущем геле. Да, это все такие, знаете, треворазмеры. Это стоит всего лишь 8 долларов за бутылку из 400 миллилитров. Вау, это так дешево. Я не понимаю, почему у них такие супер-супер дешевые гели для душа. Я не знаю, я в шоке. Я даже покупаю сама гель для душа, например, в супермаркете. И он может стоить, ну не знаю, долларов 8 без сульфатов. Ну, хороший. И здесь 8 долларов за почти пол-литра. Это недорого, ребята. Это реально недорого. Номер 8 тут у нас затаился. И он выглядит очень даже легко. Второй раз, когда все эти коробочки упали опять. Потому что я, наверное, сегодня такая криворукая. Окей, чувствуется, что там будет какой-то, может быть, даже гель опять. Это гель для душа 50 миллилитров. Такой же, другой аромат. И это гель для душа, который называется Midnight Berries. Или полуночные смородинки. Или полуночная черничка. Вау, какой супер сладкий аромат. Он пахнет, как какая-то жувачка. Очень и очень интенсивный. Мой муж, скорее всего, вряд ли будет этим пользоваться. Потому что это очень девчачий аромат. Но какой он интенсивный, боже мой. Я так понимаю, это какая-то рождественская коллекция. Мне кажется, или у нас сегодня на арене славы будет очень большое количество геля для душа от Евро-Шер. Номер 9. Очень-очень легкий. Духи. Или туалетная вода, я так понимаю. Plain Soleil. То есть это как парфюмная композиция, скорее всего. Давайте понюхаем это. Такой аромат, которым понравится каждой девушке, мне кажется. Потому что он и сладкий, он и свежий. И он не слишком надоедливый какой-то. Нет, очень такой легкий повседневный, каждодневный аромат. Чего себе! 100 мл продукта стоит целых 85 долларов. Вообще ни разу не дешево. И здесь мы получаем всего лишь 4 мл продукта. Ну, в принципе, такого хватит, может быть, на неделю. Чтобы понять, нужен ли вам этот парфюм или не нужен. И в этом парфюме, который сделан во Франции, мы можем почувствовать раскрывающиеся ноты Тубероза и Ланки-Ланга. Также Садалвуд. И немножко, небольшая капелька Кардамома. Не Кардамона, Кардамома. Слушайте, ну, это очень, мне кажется, хороший подарок. Нет такого человека, который бы не был рад такой маленькой версии парфюма. Поэтому, да, давайте двигаться дальше. Я уже пытаюсь аккуратно его, знаете, так вам показывать, чтобы ничего не вывалилось. Потому что у меня же это случилось 2 раза. Номер 9 чувствуется очень таким легеньким, как будто бы там что-то очень минимальное положили нам. Ммм, пробник крема. Это та же самая линейка продукции в Роше с их гелем для умывания, который мы получили до этого. И это гель-крем для, в общем, увлажнения и питания кожи. Это пробник, поэтому, ну, я не думаю, что хочется мне идти на сайт и смотреть, сколько стоит полная версия. Я уже в конце посчитаю. И уже в конце скажу вам конечный результат. Но, в общем, это пробник. Пробники, не знаю, я не считаю, что это что-то такое супер-классное получать в отдельной календаре. Номер 10 чувствуется тяжеленьким. Вот, не дай бог, это будет крем для рук. Вот, не дай бог. Лак. Окей, такой же лак мне положили в подарок при покупке этого календаря. В более розоватом, таком миленьком оттенке, более светлом оттенке. И этот оттенок называется Rose Hirtensia. И это такой настоящий розовый, яркий достаточно оттенок. Я не знаю, ребят, я вот сама, если честно, когда получаю все вот эти лаки для ногтей в адвентах, я никогда ими не пользуюсь. Даже когда я получаю лаки в бьюти-боксах, я как-то их, ну, есть они у меня, есть, они у меня и валяются. Сама лично я не очень рада получать лаки для ногтей, но, наверное, кто-то из вас, в общем, делает маникюр дома сам и использует их очень часто. Я же нет. О, это полный размер, здорово. Полный размер стоит 9 долларов, и у них огромное-огромное количество разных оттенков. От очень таких, знаете, насыщенных синих до невероятно девчачьих и также очень красных активных оттенков. Номер 11 затаился у нас здесь. Я не знаю, ребят, вам нравится вот такой дизайн календаря, когда вот ты эти упаковки берешь и как бы сам домик, он опустевает, опустошается. Я не знаю, нравится ли мне такой дизайн, но это что-то новенькое, мне кажется, у нас, потому что обычно все адвенты у нас, они выдвигаются. Скраб. Это скраб с абрикосовой пудрой, и он для всех типов кожи. К сожалению, на американском сайте Евроше я не нашла именно такого скраба почему-то, но зато на французском сайте Евроше я нашла такой скраб в мини-размере, и он стоил меньше 2 долларов, а именно 1.66 долларов. Как он вкусно пахнет, как какие-то конфетки, мон пассиер, что-то вроде того, потрясающий аромат, сладкий, как всегда. О боже, у него столько много частичек абрикосовых. Вау, какой он грубый, он не мягкий ни разу. Очень надеюсь, что это последний экземпляр скраба, потому что у нас их уже 2, сколько можно, иначе... Что это за адвен, в котором одни скрабы, да кремы для рук и гели для душа, правильно же? Дальше мы перейдем к нашему 12-му номеру. Что это такое? Это маска, маска для лица, Pure Fine Gel Mask с органической мятой. Она даже ничем не пахнет, и текстура у этой маски очень интересная. Она такая, ну и гелевая, естественно, немножко как желейная больше, такая немножко холодит кожу эта масочка, и упаковка, конечно, супер милая. И написано, что эту маску лучше использовать 2 раза в неделю, нанести на лицо, особенно Т-зону, либо на все лицо, и, в общем, смыть в течение 10 минут. День номер 13. Тяжеленькое, тяжеленькое чувствуется. Шампунь для волос, ура, что-то новенькое. Шампунь, кстати, мне кажется, мы не получали еще, и шампунь это очень нужная вещь, особенно какой-нибудь хороший травяной шампунь. Давайте понюхаем его. Ого, какой он жидкий. Аромат трав, и этот шампунь имеет в составе экстракт агавы. По-моему, у нас уже что-то было с экстрактом агавы, наверное, это какой-то очень классный компонент, чтобы положить в шампунь. И этот шампунь, к сожалению, имеет содиум лаурет сулфат, что не очень здорово, потому что я считаю, что это очень плохо влияет на особенно окрашенные волосы, поэтому я стараюсь избегать таких шампуней. И оказывается, что экстракт агавы на самом деле помогает вам вырастить какие-то супер гладкие, блестящие волосы, потому что этот экстракт, он очень хорошо проникает в скалп волос, и это очень здорово, потому что я о таком компоненте ни разу не слышала. Экстракт агавы. Откроем наш 15 номер. Чувствуется, что там что-то будет легенькое. Помада, помада для губ. Прикольно, очень приятный, уже даже отсюда видно оттенок, она, скорее всего, будет розового цвета. Из той же серии, которую мы получили в нашем геле для душа, Midnight Berry или полуночная черничка. Эта помада стоит около 5 долларов на американском Ивроше, 4,95 если быть точнее. Вау, какая она. Тут огромное количество продукта на самом деле. Ммм, пахнет она прям как черника. Вот такой очень цветочный, в смысле фруктовый, плюс очень сладкий аромат. Опять же, аромат жвачки, наверное, в этом продукте чувствуется. И в этом продукте 4,8 грамма продукта, то есть это полный размер, такой же, как и на сайте. Можно его купить, поэтому здорово, да? 5 долларов за помаду гигиеническую, ну, это, наверное, слишком дорого, как вы думаете. Номер 16. Это бальзам для очень сухой кожи. Окей, то есть это получается как такой сухой бальзам для принятия душа с маслом карите. И маслом ши, нет, масло ши, я извиняюсь, карите это на французский манер. И это должен быть очень такой жирный, жирный гель для принятия душа. То есть он, ну, если у вас очень сухая кожа, понятное дело, он ее очень хорошо увлажнит. Пахнет он ничем, то есть никакого аромата я не чувствую в этом геле. То есть, да, какой у нас уже там по счету гель для душа в этом наборе. Осталось уже совсем немножко, и нас ждет наш 17 номер. Затаился здесь он в уголке у нас. Крем. Крем для рук с органовым маслом и также розой. Какой это у нас по счету уже крем для рук. Какой приятный аромат, вот знаете, идеально. Роза и органовое масло. Что может быть еще лучше? Потрясающе чувствуется на руках также. Давайте намажемся им. Вообще такой крем стоит 4 доллара на американском и в Роше. Вы можете купить его также в таком же размере. Это как, наверное, тревел размер, мне кажется. И да, приятно так чувствуете. Отзывы просто все положительные. 5 звезд. Я понимаю, почему аромат просто пушка. Очень приятно пахнет и на руках тоже приятно очень чувствуется. Номер 18. У нас тут в серединке он. И нам осталось уже совсем немножко до распаковки полной этого календаря. Тушь для ресниц. Окей, тушь для ресниц я ни разу не пробовала. Вот и в Роше. 10 миллилитров. Называется она Секси Пал. Тушь для придания объема вашим ресницам. Сделана во Франции, кстати говоря. Прикольно. И эта тушь у нас в полном размере. 10 миллилитров. Я нашла эту тушь на канадском и в Роше. На американском нет. Почему это очень странно. И эта тушь призвана дать вам беспрецедентный объем ресниц. Сделать их супер сексуальными. Без комочков. На 12 часов носки. Это очень даже громкое издевление, я бы сказала. Попробуем, посмотрим, как она вообще будет себя вести. Но по первому взгляду мне она нравится. Потому что кисточка этой туши, она действительно дает надежду на то, что вы получите супер объемные ресницы. И разделенные, самое главное. Я считаю, что это очень хорошая идея положить на самом деле тушь. Да еще и в полном размере, не в мини-размере, правильно? Будет очень интересно попробовать ее и посмотреть, как она выполняет свои обещания. Ребят, а вы пробовали что-нибудь из Роше? Если у вас какой-нибудь фаворит из их косметической линии, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать это. Переходим к номеру 19. Это последний наш номер из первых двух десятков. Это крем корректирующий с зеленым оттенком, что очень здорово, потому что такие крема, они невероятно полезны для тех, у кого проблемная кожа. У меня есть такой крем почти, ну другого бренда, от бренда, по-моему, Dr. Jart. И он просто потрясающий. По-моему, даже Red Autumn говорил о том, что как так? Типа блогеры американские не говорят об этом креме. То есть мало кто говорит о нем. На самом деле, на самом деле, этот крем просто пушка. Потому что в нем есть и SPF, и он скрывает все ваши непонятные прыщики просто за секунды. И, в общем, ну хорошо перед макияжем, перед нанесением макияжа. И это, я так понимаю, почти такой же эффект, даст вам. Понятно, что это супер-супер пробниковый размер. В никаком-то люксовом размере речи может и не идти. Мне кажется, это очень даже неплохое наполнение для номера 19, потому что это очень маленький тюбик. И мне кажется, вам хватит его на долго, потому что вам не нужно целая куча крема, чтобы замаскировать там пару прыщиков на лице. Поэтому здорово, мне нравится пока что все, что мы получаем на самом деле. Подходим к нашей двадцаточке, наконец-то. Я думала, если честно, сначала, что календарь будет, ну, таким маленьким. Он выглядел достаточно маленьким, но при открытии я понимаю, что 24 дня, 24 номера, да, это на самом деле долго открываешь его, долго. Так, что же у нас там? Другие духи или парфюм, как это называется? Это уже другой аромат, естественно, называется он Nude. Та же самая серия. Чти, на самом деле, такой же аромат, если не тот же. Он никак не отличается, и вот я часто пшикала его на руку, и я чувствую такую, знаете, такую вуаль спирта в составе этого продукта. Ну, пахнет приятно, но мне кажется, тот аромат у нас был немножко получше все-таки. В общем, этот аромат, он с ванилью, какао и также кофе. Я даже не почувствовала, что там есть кофе, но раз тут пишут, очень интересный и необычный аромат, скажем так, который я вообще когда-либо пробовала. Номер 21. Чувствуется тяжеленьким. Надеюсь, это не крем для рук. Вот честно, надеюсь, что это не он. Оу, это увлажняющий крем из той же самой серии, типа для чувствительной кожи, для сухой кожи. И этот крем у нас с алоэ вера. Оу, это крем для тела, я извиняюсь. Для лица он... В нем почти нет аромата, то есть он безароматизированный, неароматизированный крем. И я нашла точно такой же крем в большой упаковке, а именно 390 мл на канадском и в Роше. И это стоит 25 канадских долларов или чуть больше 26-27 американских долларов. В принципе, ну это не очень даже дешевый крем, скажем так, но если он для сухой кожи и с алоэ вера, наверное, он очень хорошо помогает с сухостью кожи. Три номера, три последних номера, и мы уже сможем понять для себя, стоит ли этот адвент или нет. Это у нас бальзам для волос. Окей, что-то новенькое, что-то интересненькое. Бальзам для волос, который вы оставляете на волосах и сушите волосы. Наносить это все, естественно, нужно на влажные волосы. И этот бальзам создан для сухих или поврежденных же волос. И самый главный ингредиент этого бальзама для волос это масло жужба. И также 97% ингредиентов в этом бальзаме, они суперорганические, натуральные. Он пахнет, знаете, как крем, но плюс имеется жужоба там. И он очень жидкий по своей текстуре, даже немножко пролила себе на ноги. И точно такая же тюба-упаковка, 30 мл здесь, стоит 3 доллара всего лишь на сайте в Роше. Очень даже демократичная цена, учитывая, что здесь хороший состав. Масло кокоса, жужуба и все такое. То есть очень здоровская находка, как мне кажется, в нашем предпредпоследнем дне. Номер 23. Что же там может быть? Опять же, надеюсь, это не крем для рук, не крем для ног. Что-то интересное. Другой лак. Окей, точно та же серия лака Go Green. И она в очень красивом красном оттенке. Прикольно, лак для ногтей, которым я никогда, наверное, не буду пользоваться. Последний номер. Последний номер, надеемся, мы очень надеемся, ребят, на то, что это должно быть что-то захватывающим. Потому что если это нет, то я буду очень расстроена, если честно. Что это такое? Вау, ребят, посмотрите, насколько красива упаковка этой помады. Она как бы металлическая и чувствуется достаточно такой дорого сделанный, скажем так. Какой красивый красный цвет, ребят. Я в шоке. Потрясающе красиво смотрится. И здесь внизу эта помада выглядит, как будто бы она как жидкая, что очень-очень круто. Она же не двойная у нас. Нет, она одинарная получается. Кстати говоря, эта помада у нас в матовой текстуре. И это, конечно, полный размер помады, что не может не радовать. Стоит она 22 доллара на сайте Евроше. И у них имеется, кстати говоря, очень большое количество цветов, из которых можно выбрать. И эта помада, на самом деле, что меня очень обрадовало, она с экстрактом камелии. То есть она не только матовая, но она еще и дает вам хорошее увлажнение для губ. Это, знаете, такой универсальный красный цвет, который подойдет каждому, если правильно использовать ее с правильным макияжем. Очень приятно чувствуется на руке. Прям такая, знаете, супер увлажняющая. Никакая не сухая по текстуре, конечно. Масло камелии, спасибо ему. И Евроше говорит, наконец-то, та помада, которая увлажняет губы и еще держится на губах в течение 12 часов, не 20 часов, что может быть лучше. И мы будем пробовать ее как-нибудь в одном из видео, может быть, посмотрим, как она себя будет вести. И такая у нас получилась распаковочка адвент календаря от Евроше. На самом деле, я хочу сейчас все почитать, посмотреть, сколько это все стоило. Потому что в прошлом видео, позапрошлом видео, когда я ничего не считала, мне кажется, многие подписчики мои были расстроены тем, что они этого ожидали. На русском ютюбе принято считать, я так понимаю, что у нас в адвентах, тогда как на других платформах, в других странах это не совсем. В общем, я поняла, что на какую страну мы снимаем, к тем привычкам мы и присматриваемся. Ну что, ребят, по моим подсчетам, этот адвент календарь стоит почти в два раза больше того, что мы заплатили за него. То есть, по моим подсчетам, которые могут быть неправильными, но я постаралась посчитать все до мельчайших деталей. За этот календарь я заплатила 69 долларов, а именно 5458 рублей. И это было с ним расчет скидка, по-моему, 15%, то есть это было даже еще дешевле. И наполнение этого календаря оказалось на целых 141 доллар 13 центов или 11165 рублей 35 копеек. То есть, получается, этот адвент календарь сам себя окупил. Ура! И в этом календаре мы получили целых 6 товаров в полном размере, а именно губную помаду. Мы получили гигиеническую помаду в полном размере, крем для рук, гаммаж-скраб для лица и также тушь и два оттенка лака. Каждый лак, кстати говоря, стоит по 10 долларов. Вообще не дешево, но, в общем, да, такая вот арифметика. Кстати, единственное, что я не посчитала, когда делала свою арифметику, это карандаш для глаз. Он в таком супер маленьком размере. Это, ну, наверное, делюксовый размер. И также два пробника крема. Все остальное я посчитала. Получается, что этот календарь 100% окупил себя. И мне кажется, это будет огромное счастье получить такой календарь в качестве подарка, подарить его кому-то вашим любимым людям, девушке. Ну, не парни, конечно, но девушке точно. И также, почему не порадовать себя любимой тоже этим календарем. Мы сделали это, мы открыли календарь, который действительно стоит себя. И, в общем, вы получаете гораздо больше ценности за те деньги, которые вы на него потратили. Мне кажется, это счастье. Так что, да, ребят, дайте мне знать, что вы думаете об этом адвенте. Купили ли бы его для себя или купили ли бы его как подарок. Мне кажется, по-моему, это будет очень даже такой подарок, знаете, с душой. Мне кажется, никто не разочаруется, получив такую красивую коробку с 24 номерами. По-моему, это круто. И, в общем, каждый день он как-то радует тебя, потому что товары, они действительно нужны. И ты знаешь, что ты там не положишь их в долгий ящик, они не будут валяться у тебя в ванной. Но насчет вот лаков, которых мы получили целых два в этом адвенте, я сомневаюсь. Но в остальном мне понравилось, поэтому жду ваше мнение. Ребят, не буду вас задерживать. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я с вами не прощаюсь. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля. Всем пока.